Екатерина Викторовна Костромина, соноэластография и эхоконтрастирование в диагностике образования щитовидной железы. Добрый вечер, рада вас приветствовать в Санкт-Петербурге. Спасибо, что вы с нами и не одни докладчики в зале. Благодарю вас, коллеги и председатели. Я хочу представить свой доклад соноэластография и эхоконтрастирование в диагностике очагового образования щитовидной железы. Ультразвуковая диагностика до сих пор является ведущим методом визуализации выявления очагового образования щитовидной железы. Распространённость популяции от 20% до 76% в зависимости от авторов. Актуальность проблемы не вызывает сомнений, и мультидисмертный подход, то есть хирургическое вмешательство и динамическое наблюдение, находятся в прямой зависимости от правильно проведённого диагноза. И для того, чтобы мультидисциплинарный подход был важен для нас, чтобы эндокринологи, врачи ультразвуковой диагностики, лучевой диагностики, а также хирурги знали, какое исследование мы проводим и как мы относим очаговое образование, мы проводим классификацию, применяем классификацию Тайрас, которая известна с 2014 года. И, как все знают, она в прямой доступности в интернете. И характерно для… Вы знаете, что первая цифра – это норма. В второй категории – это коллоидные или первого-второго типа узловые зобы, псевдоузел хошимота первого типа, подростые тиреидиты и диффузно-токсический зоб. Также для третьей категории характерны коллоидные зоб третьего типа, псевдоузел хошимота второго типа, коллоидные четвертый типа и кистозный узел. Вероятность злокачественности уже 10% и требуется или наблюдение, или тонкоигольная биопсия. Четвертая группа – это подозрительная группа, к которой мы относимся к группе, в зависимости от количества признаков выявляемых, и назначаем тонкоигольную биопсию. Пятая группа – это высокая степа злокачественности и тонкоигольная биопсия. И шестая группа, которая уже определена при тонкоигольной биопсии. Цитологи наши также используют категорию Бестеда, которая принята в 2009-2012 году, чтобы мы знали, что при цитологии выявляется или клиническое наблюдение, или требуют повторной тонкоигольной биопсии, или уже оперативное вмешательство. Алгоритм мульдозаковой диагностики мы применяем в мульцентровое исследование. И уже в Б-режиме мы можем высказаться о размере и объеме узла. Также место в расположении в щитовидной железе посегментарно, структуру узла, эхогенность, контур краев, наличие или отсутствие ХАО, или наличие или отсутствие мелких микрокальцинатов. При дополнительной методике, использованной центральной топливной картины и энергетическое картирование, мы можем высказаться о наличии или отсутствии сосудов опухоли или вокруг нее, а также о сосудах, окружающих мягкие ткани. Приняя дополнительную методику компрессионной эластографии или эластографии сдвигаемой волны, мы определяем качественную оценку жесткости узла и также полуколичественную оценку расчета коэффициента жесткости. И применяя контрастную усиленную друзаковую ангиографию, мы можем высказаться о степени контрастности, однородности заполнения контрастом узла, а также о четкости и нечеткости контуров при заполнении контрастных и степень вымывания контраста на посекундно. При европейской рекомендации 2013 года уже рекомендует применение любого вида эластографии и показания к применению ультразвуковой компрессионной эластографии или сдвиговой волны – это наличие пальпированной или непальпированной образования щитовидной железы, требующего уточнения природы заболевания, а также оценка региональных лимфатических узлов. При качественной оценке мы можем сказать и высказаться по паттернам о жесткости узла, и первые два – это эластичные типы, а далее пограничные типы и уже жесткие типы, которые более характерны для злокачественности процесса. И также определение по количественной оценке с определением коэффициентной жесткости и применяется или исследованием, то есть коэффициент жесткий рассчитывается по сравнению с тканью самой щитовидной железы или же с окружающей тканью, чаще всего референтной ткани – это кивательная мышца, которая не изменяется. Соноластография, я как еще говорю, это дополнительный метод исследования. В нашем учреждении мы исследовали более уже 300 пациентов, и анализ подтвержден или цитологическим исследованием, или гистологическим исследованием. Метод показал высокую диагностическую точность, около 94% определения предрога очаговых образований щитовидной железы, повышает специфичность стандартного ультразвукового исследования. Также очень хорошо применяется при популярной форме рака щитовидной железы и определяется достоверно 4-5 эластотипы, как вы видите, и коэффициент жесткости, который мы рассчитали, среднеэстетически характерно для популярной карциномы, был равен 3-м. Специфичность методики снижалась при пограничном типе эластотипе, который был характерен в большинстве случаев до фолликулярной опухоли, или, как происходит, без ТЭД-4, снижался практически до 56%. Это мягкий эластотип, характерный для коллоидного узла, вы видите, что характерны для жидкостного типа blue-gray red, и коэффициент жесткости низкий, равен 2. Также характерны для коллоидного типа второго типа, тоже преимущественно мягкий эластотип, второй, и коэффициент жесткости равен 2. Два последних приведенных примера, это, видите, достаточно большое образование, эластотип четвертый, это папиллярный рак, и фолликулярный рак, тоже видно, что есть все-таки жесткие участки, хотя есть и мягкие, это четвертый тоже тип эластотипа, это фолликулярный рак. В связи с тем, что есть снижение специфических при фолликулярных опухолях, а также иногда тонкая гольная биопсия при навигации снижается до 50-70% в недостоверных случаях, а также для дифференцировки узловых образований по категории Тайратс 4, АБЦ и 5 мы применили контрастно усиленную ангиографию. Применялся препарат Санавью фирмы Брака, который единственно зарегистрированный у нас. Водилось 2,5 мл этого раствора с низким механическим мигнусом 0,06-0,08 и с болезненным контрастированием, чтобы выявить кинетические кривые. Как видно в таблице, для доброкачественных узлов характерно было преимущественно из-за контрастной исследований, по однородности были довольно однородны. Чаще всего для фолликулярных аденом характерно было в виде кольца санстрестремительного повышения контраста к периферии в центру. Также вымывание контраста было уже на минуте или минуте 30, и заполнение контраста контур довольно четкий был. Для рака щитовидной железы, их преимущественно популярной формы, характерно было гипоконтрастное исследование, по однородности неоднородное. При заполнении контрастной контраст заполнялся довольно медленно с появлением контраста от периферии, и была очень неоднородная сцена с быстрым вымыванием, иногда с 20-30 секунды. И контур заполнения был нечеткий. Я хочу продемонстрировать клинические случаи. Мы видим здесь уже в B-режиме гипоэхогенное образование с местами с нечетким контуром, и местами отсутствует так называемый ХО. Дальше мы видим, что при CDK и эндокротическом допленном кортировании практически бессосудистое образование. При эластографии визуализируется довольно четвертый тип и даже пятый эластотип с неоднородностью контуры и выходом за пределы в B-режиме и достаточно высокий 4,3 коэффициент жесткости и, в принципе, для охратенно-быстрого вымывания контраста. Это оказалось минимальный популярный рак. По этапам контрастирования на 20 секунде еще нет контраста. Дальше контраст появился и медленно вывел. На 20 секунде мы уже видим гипоконтрастное образование, и это все оставалось практически до конца трехминутного исследования. Вот это видно на видеоизображении. Дальше хочу представить еще один случай фолькулярной опухоли, который диагностировали цитологи как ДСТД-4 и рекомендовали прооперировать. Мы видим, в принципе, в B-режиме изоэхогенное образование с четким довольно контуром. При режиме энергетическо-доплеров и цедокартирование характерно перенулерарное преимущество на кровоток достаточно выраженной. При эластографии картировался третьим пограничным остеотипом, и коэффициент жесткости, правда, был низкий, где-то 2,9. И при контрастировании уже мы видим, в принципе, при первых заполнении изоконтрастное изображение. Вот это на 30 секунде быстрого заполнения и остается еще контраст в опухоли. Потом он медленно вымывается, и четкость контуров остается. И дальше уже на 2,30 вы видите, если я спустила слайд, вы видите, как заполняется контраст. Это образование практически становится изоэхогенным. То есть практически так же заполняется, как ткань щитовидной железы. Это вот на МТА, то есть видно, что практически это все работает. И еще один случай. Вот этой пациентке полиопластическое поражение, у нее в анамнезе рак молочной железы. Нам прислали ее для диагностики, пересмотреть щитовидную железу. В пациентологическому ранее выявляемому был выявлен коллоидный зоб. Мы видим на данном в B-режиме практически тоже изоэхогенное образование, но хаол недостаточно четко и невыраженный, и четкость контура нет. Дальше мы провели режим СДК и ДК, то есть тоже сосуды выявлялись только по периферии. При исследовании в принципе выявлялся третий-четвертый эластотип, коэффициент жесткости был 3,5. При контрастировании контраст был сразу это узловое образование, мы характеризовали как это ИРА-4С, и мы провели, назначили только игольную биопсию, но ввели контраст, потому что были сомнения. И видно, что контраст заполняет неоднородно данную ткань, сразу очень быстро вымывается, сейчас будет видно, и при… Ой-ой-ой. Очень плохо видно, да? И когда ее прооперировали, при тонкой игольной биопсии были получены клетки рака, оказался попиллярный рак. То есть им минимальный размер это 3-4 мм. Мы, значит, что сонная эластография, хочу сделать выводы, контрастное усиление обладает большей диагностичной точностью по сравнению с Б-режимом и цветонодопринного картира, специфичность в случае подозрения может быть увеличена результатами все-таки тонкой игольной биосии или контрастной ангиографии. И улучшение дооперационной диагностики, особенно фолликулярной формы, возможно только при мультидиспернанном подходе, комбинации цитологических, гомонально-генетических лучевых методов. Спасибо за внимание. Спасибо. Можно один-два вопроса, чтобы не затягивать нашу конференцию. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, корреляция между морфологическими данными и эластографией, она как вообще существует? Какая корреляция? Ну, в принципе, я говорила, что популярные формы даже при эластографии… И все, в связи с этим вопросом сразу же. А вы на основании эластографии можете принять решение о тактике оперативного лечения? Тактику оперативного лечения выбирает у нас хирург. Я могу только подставить категорию Тайратс, рекомендовать или тонкоигольную биопсию. Мы вообще выставляем, что можно заподрюзрить какой-то злокачественный процесс, выставить категорию, а дальше мы уже назначаем только игольную биопсию или динамическое наблюдение, если это соответствует первой-второй группе эластотипу. Но чаще всего мы, когда эти 300 исследований выполним, естественно, многим из них провели тонкоигольную биопсию, и это было подтверждено, эти эластотипы. Продолжение следует...